Недавно с женой ездили в швейцарскую клинику. Что из этого вышло, сейчас расскажу. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Я уже сказал, недавно мы ездили с женой в швейцарскую клинику. Это стоматологическая клиника. И для этого нам не надо было ехать в Швейцарию. Она находится в Москве. В очень таком темном месте арендуют помещение. В двухэтажном здании, в каком-то дворе. Все стерильно, все красиво. Мы ездили туда оценить, сколько будет на консультацию лечения. Ну, в стоматологической клинике зубов. Жене оценили лечение в 400 тысяч рублей. Полностью, ну, все. А мне только за один зуб 160 тысяч рублей. Ну, жене мы уже сделали операцию, мы решили начать с нее, потому что у нее там, мне кажется, больше. 9 января будем делать мне. Я о другом. Едем мы с ней обратно, и у жены боль. Боль за все человечество буквально. То есть она едет и говорит, слушай, а как же, да, вот у нас есть деньги, это хорошо. А как же люди, у которых доходы 15 тысяч рублей? Как им жить? И хочется помочь, с одной стороны, а с другой стороны, ну как? И я сейчас попытаюсь это сделать. Смотрите, ну, наш организм – это сложная система. Он имеет ограниченный ресурс, это все мы знаем, все мы когда-нибудь уйдем. Но есть хорошая новость в том, что мы уйдем не сразу, еще немножечко поживем. И о том, как мы будем жить все это время, ну, как бы это уже наша забота о себе, о том, как мы себя любим, и как мы можем о себе позаботиться, чтобы не было потом мучительно больно. Потому что, наверное, когда у нас возникнут вот эти проблемы со здоровьем, у нас уже, скорее всего, наши возможности будут для заработка не такие, какие в молодом возрасте. И поэтому просто надо сделать так, чтобы и в преклонном возрасте, скажем так, ну, все было хорошо, с одной стороны, с другой стороны. Смотрите, организм – это очень сложная система, которая состоит из разных каких-то вот областей. В частности, ну, скажем, одна из областей – это стоматология. И, ну, однажды возникнет у каждого, наверное, такая ситуация, когда надо будет исправить что-то со стоматологией. И вот в такой ситуации что делать? Ну, большинство людей откажутся от этой операции, но, в принципе, и без убов можно прожить. Ну, трудно, но можно, конечно, без убов прожить, потому что есть блендер, блендер-мбер, супчик, так, размолотил и куфаешь, и куфаешь. Вот. Ну, понимаете, да? Качество жизни, конечно, будет хуже, но без убов прожить можно. Но уже научно доказано, что, скажем, биологический срок наших глаз, он тоже ограничен, и в районе 65 лет точно возникнут проблемы. Ну, и другие проблемы могут возникнуть, там, у кого-то с суставами, у кого-то еще что-то. И есть хорошая новость о том, что все это можно исправить. И, как вы понимаете, как я уже сказал, вопрос упирается в деньги. Вопрос упирается в деньги. Где взять эти самые деньги, где взять 400 тысяч, если у вас доходы к этому времени, ну, так скажем, не соответствуют. Поэтому смотрите, что я решил. Ну, давайте прикинем, ну, 400 тысяч на зубы. Плюс на глаза еще прикинем, сказать, отложим 400 тысяч, и куда-нибудь еще там на суставы, ну, так сказать, ну, скажем, миллион 200. Вот 400 тысяч мы умножили на 3. Миллион 200 нам просто надо иметь к тому времени, именно чтобы были отложены, и именно вот на проблему, так сказать, на решение проблем со здоровьем. И давайте посмотрим, ну, миллион 200, конечно же, за раз трудно выложить, но давайте посмотрим, а какую сумму надо отложить прямо сейчас, для того, чтобы иметь миллион 200, скажем, к 50 или 60 годам. Для этого я составил в свое время табличку, она называется «Стратегия накоплений», и вот сейчас вы ее видите. Она очень такая прикольная, смотрите, вот здесь вот возраст текущий, можно вставить, каждый человек может вставить, я сделаю так, чтобы каждый человек мог сюда, вот в белое поле, вставить свой возраст, ну, в данном случае 35 лет, предположим, вам 35 лет, и вы способны сейчас отложить на эти средства, не миллион 200, а всего 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. Далее, вы берете и, ну, скажем, какую-то сумму, вы беретесь откладывать в месяц, посильную. Какую сумму можно посильно откладывать в месяц? Посмотрите, здесь вот стоит сумма 1500 умножить на 12, то есть это добавляем в год. В месяц полторы тысячи вы добавляете вот к этим 20 тысячам. И все эти деньги мы кладем куда? На брокерский счет, в какие-то активы, которые приносят нам 15% годовых. 15% годовых. Посмотрите, сколько денег у нас будет через, ну, через сколько времени у нас будет миллион 200. Ну, вот он. Оп. Вот так. Миллион 190, практически миллион 200 будет у нас через 16 лет. То есть, смотрите, 20 тысяч сейчас отложили, и каждый месяц по полторы тысячи. Все. И у вас нет проблем. У вас, скажем, возникли проблемы с зубами, вы пошли в швейцарскую клинику, самую лучшую, и просто вставили себе самые лучшие зубы, и при этом все будет хорошо. При этом я хочу сказать, что... Почему швейцарская? Ну, просто потому, что там стоимость лечения оказалась примерно на 20% ниже, чем у нас в Обнинске. Ну, правда, тоже в крутой клинике. Вот. Поэтому мы поехали в Москву. Жена просто определила и посмотрела. И видите? Теперь посмотрите. Предположим, вам, ну, 40 лет. Давайте посмотрим. 40 лет вносим, да? Ну, наверное, придется вносить побольше. Вы можете, например, 40 тысяч внести сразу, и вы можете вносить, ну, скажем, по сколько, так сказать? По 5 тысяч, предположим, в месяц. Ну, пусть не 5, но пусть будет там 3 тысячи в месяц. Умножаем на 12. Получается, 36 тысяч в год вы вносите. Давайте смотрим вот так вот. Продлеваем вот так вот. Вот так вот. Раз, и все. Смотрим. Так, у вас, значит, через 12 лет, вам 52 года, у вас 1 200 000. Вот так вот. А вы продолжаете вносить. И, например, вот вы взяли в этой табличке. Ну, давайте, вот, скажем, у вас вот к этому моменту, вот, мне сейчас 57 лет, например, мы берем здесь и не вкладываем 36, а берем и вычитаем минус 400 тысяч. Сколько у нас остается? У нас остается еще 2 миллиона. Видите, какая чудесная табличка, понимаете? И вот мы берем, и, значит, вот, какие-то 3 проблемы залечили, но, тем не менее, вот они, денежки, вот мы 1 200 000 за 3 года истратили, потому что, ну, не все же сразу мы тратим. И все равно у нас есть деньги, а они не заканчиваются, понимаете? Вот как интересно получается. И мы можем уже дальше, вот, например, ну, сказать, мы обеспечили себе таким образом, смотрите, всего 40 000 прямо сейчас, и потом мы вкладываем по вот этим вот 3 000 рублей. Посмотрите, все очень просто. И мы можем здесь, вот, ну, например, почему бы нам, смотрите, вот у нас получается доход в месяц, получается, посмотрите, ну, 27 000. Почему бы нам теперь уже не брать вот отсюда вот по 15 000, вот, например, да, минус 15 000. Сколько у нас будет? А денег у нас все становится и больше, и больше все равно. То есть мы по 15 000, как бы, это наш пассивный доход, грубо говоря, понимаете? Вот оно все. Все, вот, к 86 годам мы тратим по 15 000, и у нас 92 000. Я уже слышу возражения о том, что, а, инфляция все съест, ну, вкладывайте в доллары, считайте, что это доходность в долларах, ребята, это, как бы, вообще никаких проблем. А, у нас там государство все отберет. Ну, если вы так считаете, ну, во-первых, если вы так считаете, то, значит, так и будет, у вас оно точно отберет, у меня оно не отбирает, и у меня есть деньги. Посмотрите на меня, я вполне себе жив-здоров и румян, и у меня есть деньги для того, чтобы полечить зубы. Я поеду туда и лечить 9 января свои зубы. А вы, если так считаете, можете положить свои зубы на полку. Вот. Вот. И посмотрите, ну, табличка сделана так, что каждый из вас может просто внести свой возраст и прикинуть, то есть, вот, таким образом, как можно накопить деньги соответствующие, сколько хочешь, понимаете? И какой хочешь пассивный доход, вот, иметь, понимаете? Вы говорите, куда внести 15, так, чтобы приносило 15% за год? Посмотрите, сейчас вы видите доходность моих лучших активов, которые, ну, просто за год сколько мне принесли. Вы видите, 100%, 100%, АФК-система, Яндекс, мне принесла полиметалл 100% в год. Другие акции меньше, некоторые упали, естественно, да, и средний доход, да, был меньше, но до 100% в год, понимаете? Поэтому 15% это достаточно разумная вещь, и постепенно, вот, если вы возьмете эту табличку, скачаете, скажем, то вы можете, здесь вот 15, это же теоретическая, как бы, цена, а вы можете реально поставить здесь, например, там, 18%, да, видите, вот, на белом поле, все, что на белом поле, можно менять 18%, здесь вот, там, 20% у вас получилось, ну, а здесь, вот, например, получилось, там, 7%, ну, бывает, там, да, Здесь, там, 19%, вы можете любое, так сказать, цифры вставить, то есть, реальные уже, сколько получилось, вот, а можно, вот, ну, оставить 15% пока, и, и все, вот, ну, ну, очень просто, друзья мои, надо просто взять, и, что говорят, любой финансовый консультант? От каждого своего дохода откладывайте 10%, и все, вот, то, что вы можете сейчас первый раз положить, это вот 40 тысяч у меня, и, предположим, у вас 30 тысяч, поэтому 10% от 30 тысяч, 3 тысячи. Если вам уже, значит, там, лет побольше, то вам придется, естественно, ускоряться, поэтому, чем раньше вы начнете, тем лучше, посмотрите, всего денег, вот, вначале они прибавляются мало, а потом идут по экспоненте, ну, потому что это экспоненциальная зависимость, это понятно. Вот здесь она, значит, мы взяли 400 тысяч, видите, да, а потом они ускоряются, поэтому 10% от своих доходов откладывайте, возьмите вот эту табличку, посчитайте, сколько вам надо, ну, чтобы 15 тысяч зарабатывать. Или, например, значит, там, если мы можем способны откладывать побольше, скажем, 60 тысяч сразу, а у кого-то есть и 400 тысяч, то, пожалуйста, вот они, и по 5 тысяч в месяц, например, да, мы можем откладывать, можем. Вот, пожалуйста, ну, у каждого ситуация своя, и поэтому, ну, просто возьмите, скачайте эту табличку, и все, скачать ее можно каким образом, но под любым моим видео, значит, или в описании сейчас, demetkov.ur.com, давайте посмотрим на этот сайт. Вот он сайт, demetkov.ur.com, и здесь, ну, здесь, конечно, биржа для чайников, 7500, как открыть брокерский счет, это бесплатно, опционы, вопросы и так далее, нажимаем на любую кнопку, ну, скажем, вот, на опционы, переходим вот сюда, здесь написано табличка, стратегия накоплений 200 рублей, вот, мы берем, выбираем здесь прочее, здесь пишем сумму, там, ну, 200 рублей, вот, если вам жалко 200 рублей, ну, напишите 50, там, любую сумму, мне не жалко эту табличку, но, к сожалению, без оплаты просто, ну, не получится, потому что, ну, так программа сделана, вот, и здесь номер заказа стоит, любой абсолютно поставьте, только подлиннее, пожалуйста, чтобы, ну, они не должны быть одинаковые, ни с кем совпадать, потому что, если кто-то напишет один, то уже второй заказ номер один не пройдет, вот, то есть, чуть длиннее, длиннее, ну, нестандартное какое-нибудь число такое, любое, вот, здесь стоит вот какое-то случайное число, оно само автоматически подставляется, то есть, оно не должно совпадать, и уже, скорее всего, вот это вот число подойдет. Фамилия, имя, отчество, город, имейл и номер телефона, все, я пришлю вам эту табличку, можете посчитать, сколько надо денег. Оказывается, для этого совсем немного надо, совсем не сложно, я когда это понял, ну, я когда посчитал, я начал откладывать эти деньги, но я похватился слишком поздно, мне приходится сейчас откладывать очень и очень много, ну, буквально там по 30, по 50 тысяч, не по 5, понимаете, потому что слишком поздно. И когда вот я понял, что слишком поздно, я своей целью поставил просто людям объяснять, люди, начните откладывать денежки на свое будущее, чем раньше, тем лучше. И это буквально стало моей миссией, то есть, я людям рассказываю, слушайте, ну, откладывайте, вот вам табличка, пожалуйста, вы откладывайте, посмотрите, это совсем не сложно, но позаботьтесь о себе, о своем здоровье, полюбите себя в будущем, потому что для чего мы живем? Мы живем не ради того, чтобы работать всю жизнь и потом издохнуть к чертовой матери, ну, это мечта любого государства, потому что наше государство так и мечтает, чтобы мы работали не покладая руки, в момент выхода на пенсию, мы бы ушли, потому что не надо уже, когда мы перестали работать, зачем мы нужны? А мы живем ради того, чтобы нам было хорошо и надо поработать, пока мы способны работать в полную силу, а потом уже, когда мы, ну, как бы не захотим работать или, так сказать, там, пора бы и отдохнуть, то вот он, пожалуйста, мы берем и вычитаем здесь вот такую сумму и все. Ну, я поставил для себя цель не минус 15 тысяч, чтобы здесь было, ну, скажем, минус 400 тысяч, поэтому у меня цели, ну, 500 сейчас цель стоит, вот, 400 тысяч в месяц, вот, поэтому, конечно же, для этого надо, ну, побольше накопить денежек, но, тем не менее, все это вполне себе возможно, понимаете? Ой, 400 тысяч в месяц там, вообще сумасшедший день. То есть, все это возможно, все это вполне допустимо, вы все это можете сделать для себя, самое главное понять, что наше будущее зависит только от нас и мы им управляем. То, как мы позаботимся о себе сейчас, мы будем жить прекрасно. Сейчас я, например, все мои мысли направлены на то, чтобы, ну, организовать, ну, путешествие на Гороке или Манжаров, зайти у меня в планах на Фарерские острова, на машине добраться. И в Исландию тоже я уже разработал маршруты, я уже смотрю, как. И я хочу позвать вас со мной в эти путешествия. Почему нет? Давайте вместе. Это хорошо, ребята. Сафари, заповедник Нгору-Нгору уникальнейший, жирафы, зебры, львы, все это, ну, я, по крайней мере, не видел, мне хочется посмотреть своими глазами, как это все выглядит. Поэтому давайте уже начинайте инвестировать и давайте вместе уже думать о чем-то хорошем, а не о том, какие вот, где взять эти жалкие деньги, 400 тысяч на здоровье. Чтобы не было у нас таких проблем, чтобы у нас были проблемы, где взять деньги на восхождение на Килиманджаро или как проехать на машине на Фарерские острова. Вы хоть знаете, где это? Вот, поехали, я расскажу. На сегодня все. Спасибо за внимание, лайк, подписка. До встречи. С вами был Демятков Юрий.